Кристина Бухенбалт и Артем Грант провели ночь вместе. Насте Бигриной придется уступить Евгения Ромашова Полине Малининой. Максим Оргенштерн и Анна Мадан покидают дом 2. Яна Африкантова и Бен Карпов вместе попали в изолятор. Эфир через неделю. Все это и не только в сегодняшнем ролике. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Давид Данг опять обманул Малинину. За время своего общения Полина и Давид узнали друг о друге много нового. Девушка осознала, что темнокожий парень далеко не всегда был с ней честен и в нужные моменты притворялся. Полина не знает, как поступить ей сейчас, когда Данг снова ее обманывает. Мужчина просит Малинину дать ему последний шанс, но она все сомневается. Вообще, зрители давно поняли, что у всех участников есть тайные темы, которые не принято поднимать в эфирах. В ночном выпуске проекта 19 октября Чистов с Ермаковой обсуждали, что уже все знают, о чем можно говорить перед камерами, а о чем лишь без камер по углам. Есть и участники, которых стараются не трогать, а есть козлы отпущения, наподобие Яны Африкантовой. Телефон Данга распотрошили и выяснили, с кем он общался, какие сайты посещал и что скрывал. Полина узнала, что собака молодого человека живет не у его подруги, как он говорил, а у бывшей девушки. Также Малинина осуждает фотографию в телефоне Данга сайтов содержанок столицы. Яну Африкантову и Бена Карпова вместе заперли в изоляторе. На поляне проекта частенько вспыхивают более или менее значимые потасовки, за что участники несут наказание от ситка в изоляторе. Такое наказание получил Бен Карпов, устроив выяснение отношений с одним из участников. Только скучать Карпову в одиночестве не пришлось, с ним всю ночь в изоляторе провела Яна Африкантова. Надо отметить, что Бен изначально понравился Яне, она даже пыталась поцеловать его на вечеринке. Но в то время Карпов нравился Ермаковой и Надя имела на него виды, а Африкантова выяснили и назвали распущенной. Так и не сложилось и Яна с Беном, но зато они стали друзьями, и Карпов защищал Африкантову от коллектива и всегда становился на ее сторону. В последнее время у Африкантовой сложились непростые отношения с участниками проекта, участились нападки на нее и стычки. И почему именно сейчас Карпов решил начать ухаживать за девушкой? Яна призналась подписчикам, что они с Карповым собирались пойти в кинотеатр, но вместо романтического свидания оказались заперты в изоляторе. Из ночного эфира 26 октября узнаем, сложатся ли отношения у Яны и Бены, или Карпов хочет довести девушку до истерики и просто от нее избавиться, выставив с проекта. Как вы помните, Карпов начинал с разными девушками на проекте, но ни с одной не состоял в паре. Видимо, парень так проводит время на Доме-2. Вроде и не одиночка, но и не в отношениях. Максим Моргенштерн приблизился к финалу своей карьеры на Доме-2. Продолжает интриговать выходом своего нового трека участник, который с хоккеиста превратился в рэпера и нашел на проекте вторую половинку. Максим анонсирует появление хита, а заодно просит зрителей Дома-2 не разводить грязь в его Инстаграм. Стало известно, что Моргенштерн приблизился к финалу карьеры на Доме-2. Вскоре они с Анной Мадан покинут проект. Максим надеется, что после ухода его не будут ассоциировать с телепроектом. Собственно, на это и нет особых причин. Пока Макс интригует и говорит о грандиозных планах за периметром, в сети появились слухи, что проект его пара с Мадан покинет после конкурса «Человек-года». При этом выгонят именно Аню из-за потасовки с Кристиной Бухенбалты. Не потому ли Мадан начала возмущаться в эфирах и наезжать на Бухенбалты. Есть еще на проекте неприкосновенные особы, которых ни на голосование не выгнать, ни выдавить с помощью критики или агрессии. Бухенбалты и Грант в реальном времени объявили себя парой и живут в вип-доме. На поляне произошло событие, которое привело к тому, что часть поклонников Кристины начали считать ее неискренней. Бухенбалты и Грант объявили себя парой, заселились в вип-дом. Кристина призналась в личном блоге, что хочет отпустить прошлое и стать счастливой. Она устала страдать, нервничать, переживать и следить за любимым человеком. Ей хочется романтики и гармонии. Вот и нашлась замена Евгению Ромашову. Стоило ли так страдать Бухенбалты и через день уходить с проекта, если она заселилась с первым же настойчивым кавалером? Артем нравился многим девушкам на поляне, и Кристине пришлось пойти на уступки, чтобы его не потерять. Бухенбалты в свое оправдание утверждает, что хочет просто женского счастья. Но почему же именно на Доме-2? Все еще идет борьба за призовой миллион в конкурсе «Человек-года»? Кандидатов не так много. Неужели Кристина, которая по слухам уже вышла из борьбы, надеется вернуться и победить? Но для этого ей нужно быть в паре с Грантом. Ей гарантия на женском голосовании. Или Кристине хочется жить поближе к Ромашовой Бигриной? Кстати, Бухенбалты убедилась, что Грант традиционной ориентации. Тревожится Кристина из-за своего выбора нового партнера по проекту. Как воспримут ее фанаты с согласием брюнетки на новые отношения после столь бурного разрыва с Женей Ромашовым? Тем более, что на лобном месте, как она сама сообщает, всплыли некие грязные подробности о прошлом Артема Гранта, которые Кристина пока не разглашает. Неужели тоже, как и она сама в эскорте подрабатывал, интересуются антифанаты Бухенбалты? Ведь откровения Лейла Рэй явно не остались вне поля зрения тех, кто Кристину не слишком любит. Другие антифанаты начали сомневаться в ориентации брутального Артема Гранта, но с этим вопросом оказалось все в порядке. Если верить результатам тестирования от Кристины Бухенбалты, у Гранта ориентация традиционная. Недаром же она заселилась с мужчиной и объявили они себя парой. По слухам, между ребятами волшебство уже произошло. Неужели нашли нечто такое в прошлом Гранта, чем можно еще удивить зрителей проекта? Или интригу пытается создать Кристина, доказывая, что теперь она сама живет одним моментом, а не задумываясь о будущем? Насте Биглиной придется уступить Евгения Ромашова Полине Малининой. Пока Настя решала, как избавиться от конкуренции в лице Кристины Бухенбалты, соперница подкралась к ней со спины и нанесла предупреждающий удар. В дневном эфире от 20 октября стало известно, что Биглиной придется уступить Ромашова Полине Малининой. Пока только как музыканта, а там кто знает. Пока она приходила в себя от радости, что Женя воспринимает ее всерьез, Полина придумала песню и мелодию и попросила Ромашова сочинить музыку, чтобы у них был творческий дуэт. Малинина о совместном творчестве с Ромашовым мечтает с момента появления на проекте. За это ей прорядила волосы Кристины Бухенбалты. И вот, наконец-то, представился удобный случай осуществить задуманное. Ромашов согласился с ней сотрудничать на студии звукозаписи. Отправив Данго удалять сотни тысяч переписок в телефоне, Малинина принялась за Ромашова. Девушка радостно била в ладоши в дневном выпуске, а Настя Бигрина заработала изжогу, ковыряя вилкой в тарелке. Бигрина тоже сочиняет песни и мечтает выступать с Ромашовым вместо Бухенбалты. Неужели ей теперь придется воевать еще и с Полиной? Анна Брянская рассказала, почему покинула проект. Неожиданно участница собрала вещи и поехала жить за периметр, оставив своего бывшего молодого человека на поляне. Оказывается, дело не только в нем, но и в коллективе, который плохо стал относиться к Анне. Кадони попросил в грубой форме выселиться из комнаты, что ей категорически не понравилось, а коллектив совершенно не поддержал. Такого отношения Брянская явно не заслуживает и не ожидала наезда в свою сторону со стороны ведущего Дома-2. Поэтому девушка решила уйти и начать жизнь с нуля, теперь привыкает к обычной жизни без камеры проекта. Зрители обратились к бывшей участнице проекта в надежде, что она вернется и поставит на место Анну Мадан. В сети горячо обсуждают потасовку Анны и Кристины Бухенбалты. Ссора девушек, в том числе и с рукоприкладством, почти никого не удивила. А вот тот факт, что Мадан разорвала Кристине ухо и проявила особую жестокость, избивая ее ногами, заставила зрителей иначе посмотреть на ситуацию. Несмотря на то, что назвать Бухенбалты правой в этом конфликте нельзя, многие все же встали на ее сторону и требуют наказать Анну Мадан. К слову, некоторые зрители не поленились и не просто вычислили, кто из бывших домовцев может поставить Аню на место, но ее уже позвали в периметр Настю Балтер. Как уверяет сама Настя, ее директ завален просьбами вновь стать участницей и довести свое дело до конца. Ни для кого не секрет, в свое время Настя неплохо подправила лицо, доставшее ее Мадан. Впрочем, сама Балтер наотрез отказалась возвращаться, тем более ради разборок с Мадан. Как выяснилось, в этом конфликте девушка поддерживает именно Аню, а на ее месте поступила бы так же. А вот Кристине, по мнению бывшей участницы, давно пора сбить непомерную корону с головы. А вы как считаете? Напишите свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. До новых встреч! До новых встреч!